Как вы думаете, что может человек сделать счастливым? Мне кажется, это каждому свое. Например, для меня счастье это, когда мой ребенок счастлив, когда я вижу, что моему любимому человеку рядом со мной хорошо, когда в семье гармония и когда есть творческая реализация, какой-то творческий выход. Ну а из общих понятий, наверное, это мир, как бы банально не звучало, это мир, какая-то общая доброжелательность людская. Мне кажется, это большое искусство уметь чувствовать себя счастливым. То есть это как стакан наполовину пуст, наполовину полон. То есть, например, лучше радоваться тому, что у тебя есть то малое, что сейчас ты имеешь на сегодняшний день, и мечтать там, допустим, о чем-то большем, нежели огорчаться тому, что ты не имеешь, но хотел бы. То есть я слышала даже такое мнение у психолога, что человек сильные эмоции испытывает тогда, когда он чем-то недоволен. То есть негатив – это он сильные эмоции испытывает, а просто чтобы прислушаться к себе, понять, насколько ты человек полноценный, какое это счастье вообще, что ты родился, что Бог тебя создал, что окружил тебя людьми, которые тебя любят и о тебе заботятся. Лучше вот, ну, хотела бы всем людям посоветовать, лучше задуматься об этом и почувствовать вот это чувство уюта, чувство счастья, удовлетворения от того, что есть, и поменьше огорчаться разным-разным пустякам. Ну, это когда ты можешь поступить в какую-то школу, которая тебе интересна, потому что вот сегодня я сдавала экзамен, и я счастлива, что получил по нему пятерку и могу поступить в новую школу очень хорошую, со хорошим образованием. Здорово, я тебя поздравляю. Спасибо. А как ты думаешь, а что взрослого человека может сделать счастливым, когда он уже закончил школу? Ну, если ему дали очень большую зарплату или какой-нибудь успех у него, если он сделал какое-то открытие. А счастье человека зависит от других людей? Ну, может зависеть. Например, если он поехал со своими родными в отпуск, или, например, если его любимая футбольная команда выиграла в матче. Ожидание ребенка. А если это мужчина? Ожидание ребенка. А если уже несколько детей и больше уже не приходится ждать ребенка, что же тогда? Тогда смотреть, как растут твои дети и ждать внуков. Что может ребенка сделать счастливым? Ребенка? Наверное, любой прохожий, который идет навстречу и улыбается. Смысл жизни. Только приобретение смысла в жизни может помочь человеку быть счастливым. А как найти смысл жизни? Смысл жизни. У каждого свой. Каждый ищет свой путь к счастью. Через понимание мира. А человек может быть счастлив ежедневно? Может. Это его выбор, который он делает в любой момент. Любой человек может быть счастливым, когда он захочет. Я думаю, дети. Дети — это наше счастье. А если у человека еще, например, нет детей? Или уже выросли? Ну, тогда, наверное, какое-то любимое хобби, любимое занятие в жизни. Творчество, например. Как вы думаете, что может сделать человека счастливым? Может сделать что-то то, что выше привычных ценностей, которые сейчас люди считают главными в жизни. Там, деньги, карьера, какой-то успех материальный. Отношения, наверное, самое ценное, что есть в этом мире. Отношения между людьми. Что бы мы ни делали, это все ради отношений сделается. А человек может быть счастлив постоянно? Думаю, что да. По крайней мере, надеюсь на это. А счастье может зависеть от других людей? Я думаю, что это очень высокий уровень, когда счастье человека не зависит ни от кого. Я думаю, что большинство людей, они счастливы только если все вокруг тоже находятся в таких гармоничных отношениях с этим человеком. А нужно как-то стремиться к тому, чтобы сделать других счастливых? Либо лучше думать о себе? Да, безусловно. Я думаю, что это и делает человека счастливым. Если мы стремимся кого-то осчастливить, это самое большое счастье. Делать кому-то подарки, сюрпризы, заботиться о ком-то. Это вообще самое-самое лучшее. Можно быть ежедневно счастливым? Нет, нет, по-моему, нет. А я? А ты как думаешь? Я все время то гулять хожу, то еще магазин с мамой. Вещи смотрим всякие. Я тоже, мне кажется, не всегда счастливый. А как вы думаете, что бы сделала счастливой вашу маму? Цветы могли бы сделать ей счастливыми. На 8 марта, на день рождения. Хорошо, мальчики, спасибо за ответ. Хорошее поведение, наверное. Хорошее поведение? Да. И оценки в школе. И оценки в школе еще. И оценки в школе. Человеку для счастья нужна самодостаточность и уверенность в завтрашнем дне. Сейчас это обусловлено только деньгами в основном. Сейчас деньги делают людей счастливыми, деньги дают возможности. А так человеку для счастья нужно чувствовать дома уют, на работе уверенность и в душе покой. А счастье от других людей зависит? Счастье зависит от отношения близких, от отношения его в коллективе, от этого, от окружающих, да. Если человек видит, что вокруг все счастливые, то он хочет, не хочет, становится частичкой этого целого мира. А можно быть ежедневно счастливым человеком? Можно ли быть ежедневно? Да, можно. Конечно. Человеку, которому не так много нужно. Ведь счастье, оно для каждого разное. Кому-то нужно совсем чуть-чуть, кому-то и много кажется мало. И он даже, имея большие возможности, не чувствует себя счастливым. А нужно как-то заботиться о том, чтобы окружающие вокруг были счастливы? Либо лучше о себе думать? Да, да, нет. О себе нужно тоже думать, но что главный аспект – это вовлеченность в окружающий мир. То есть, если ты помогаешь людям, которые нуждаются в этом, ты чувствуешь свою необходимость в обществе. И это по себе дает пользу человеку и становится для него положительной качеством. Как вы думаете, что может сделать человека счастливым? Счастливым? Понимание других людей. Понимание других людей? Да, однозначно. Когда его понимают, либо когда он понимает других людей? Когда идет взаимное понимание. И это очень важно. То есть счастье зависит от других людей? Конечно. А можно быть ежедневно счастливым? Неинтересно. Иначе невозможно сравнивать, как вечное лето, вечная зима, вечная весна. Даже все равно неинтересно. А нужно заботиться о том, чтобы вокруг окружающие были счастливы? Либо лучше о себе думать? Сложно сказать. Это такие тонкие вещи. Мне кажется, если человек сам счастлив, от него идет соответствующая энергия. И если встречные люди готовы ее принять, то они тоже будут счастливы. Ну вообще весь мир движется вокруг одного какого-то человека. И этих человеков, по-моему, 7 миллиардов сейчас. Так что мне кажется, да. Его сбывающиеся мечты. А если мечты не сбылись? Все, несчастье? Нет. Как ты думаешь, а что твоя мама может сделать счастливой? Порядок. Ну, чтобы не сделать плохого. Чтобы не сделать плохого? Да. И вот верить Богу, чтобы хорошо будет. Можно быть каждый день счастливым? Каждый день? Нет, невозможно каждый день. Каждый день это не... Каждый день нельзя. Когда все хорошо, ну, он не болеет, близкий рядом всегда. А можно быть каждый день счастливым? Можно. А как ты думаешь, стоит стремиться к тому, чтобы вокруг тебя были люди тоже счастливы? Либо это не важно, лучше думать о себе? Нет, это важно. Если вокруг люди тебе несчастливые, то и ты будешь несчастливым. Я думаю, даже солнышко с утра человека уже может сделать счастливым. И так должно быть. Каждый человек должен радоваться тому, что имеет. И самым прекрасным минутам, может быть, те, что даже дает погода нам, да? А счастье зависит от других людей? От других людей. Конечно, зависит. Я думаю, что человек не может быть счастлив в полном одиночестве. И на счастье заключается в том, что его окружают люди, хорошие люди. А можно быть ежедневно счастливым человеком? Нужно. Нужно и необходимо. А как это дадится, если проснулся, а настроение плохое? Ну, я думаю, попробовать еще раз лечь спать и встать в другой ноги. Ну, что еще можно сделать? Можно что-нибудь съесть вкусное, чтобы появилось ощущение счастья. Очень, на самом деле, много интересных, разнообразных рецептов, которые могут день сделать счастливым. А нужно как-то заботиться о том, чтобы люди вокруг были счастливы? Либо каждый лучше просто о себе думает. Я думаю, что слово «заботиться» о том, чтобы все вокруг были счастливы, не совсем сюда подходит, потому что забота – это какую-то тяжесть, да, подразумевает забота. Нет, просто, наверное, нужно быть самим собой, нужно быть счастливым самому. И тогда люди, которые будут окружать тебя, естественно, будут тоже находиться в атмосфере какой-то такой счастливой ауры, который исходит от тебя, и тем самым они будут счастливы. Спасибо за ответы.